МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже не растает. В Благовещенске выпал долгожданный снег. С 57 квадратов на 18. Из-за коммунальных долгов две Благовещенки лишились шикарных апартаментов. Будет драка. Спортсмены готовятся к сражению за пояс чемпиона мира по муай-тай. Об этом и многом другом расскажем через несколько секунд. Добрый вечер. Вы смотрите новости информационного агентства «Город». Меня зовут Елена Хохулина. Мы начинаем. Половиномесячная норма осадков выпала в Благовещенске за ночь. Снег, хоть и был долгожданным, застал врасплох многих горожан. Но не муниципальные службы. Сколько дворников с утра рьяно принялись за работу. И кому власти готовы предоставить технику для уборки. Расскажет Анжелика Павлова. На свой участок в самом центре города дворник Юрий Егоров вышел на час раньше положенного. Метлой орудовал еще до рассвета. С половины седьмого. Лопату в руки пока не брал. Говорит, она понадобится, когда снег утрамбуется. Сегодня надо убирать, да завтра убирать. Сегодня я не уберу. Сейчас я пойду, устал, пойду покушаю, отдохну. А завтра уже окончательно буду убирать. Вместе с Юрием убирать последствия обильных осадков в Благовещенске вышли 395 дворников. А техника ДЭУ приступила к работе еще накануне вечером, как только повалил снег. Снег с городских улиц сегодня вывозили три бригады спецмашин, еще четыре звена их подметали. Причем работать в круглосуточном режиме бригадам придется еще как минимум пару дней. Снега выпало немало. В Благовещенске за ночь выпало 4 миллиметра. Снега это 130% декадной нормы. А если делать пересчет на месячную норму, то это 45%. Завтра днем начнется уже прояснение. И зона слабых осадков сместится на восток области, на самый крайний восток. Темпы и качество уборки городских улиц сразу же вынесли в повестку планерного совещания в мэрии. Более того, власти предложили свою поддержку тем организациям и предпринимателям, которые сами в короткие сроки не справятся с наведением чистоты на подведомственных территориях. Я надеюсь, что жители, которые живут в своих домах, тоже примут активное участие и расчистят дорожки около своих домов. А мы своей городской техникой готовы помочь тем организациям и учреждениям, которые сами не справятся. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». И к другим темам. Беспрецедентное выселение должника произошло в Благовещенске. Коммунальщикам оно запомнится сразу по двум причинам. Во-первых, потребителям впервые пришлось лишиться трехкомнатной квартиры. Во-вторых, сам процесс изъятия прошел небывало мирно. Подробности в сюжете. Акт передачи квартиры должницы подписали. Вещи вывезли и мирно съехали. Ключи от жилья коммунальщикам сами принесли. Причин такой покорности специалисты узнать так и не смогли. Почему вообще две работающие женщины накопили грандиозные долги, стало ясно, как только в квартиру заглянул их приятель. Не надо фотать, вот это меня бесит. Через минуту бешенство прошло. Выпивший мужчина нашел силы удивиться. Да что там, поразится факт выселения. Конечно, они вообще молодцы. У них всегда и покушать, и все было. Вот я не знаю, куда они переехали, я что и пришел. Граждане подлежали переселению на Ломоносово в комнату бывшего общежития 18 квадратных метров. То есть нормами закона предусмотрено, в случае неоплаты долга на протяжении более шести месяцев, граждане через суд подлежат переселению в квартиру меньшей площади, ну, либо комнату. С 57 квадратов на 18 за ЖКУ ежемесячно придется отдавать по 1700 против прежних 4,5. Вот только все равно не выгоден обмен. За потребительницами долги в 340 тысяч рублей. С пеней до полумиллиона. Они копились 11 лет. Пережили отключение света, канализации и от переселения не растают. Если дальше не будут платить, соответственно, возможно и дальнейшее переселение на более меньшую жилищную площадь. Им предоставили сейчас 18 квадратных метров. Возможно уменьшение до 12 квадратных метров, так как на человека положено 6 квадратных метров с учетом выселения. Освободившуюся квартиру, к слову, в центре города приведут в приемлемый вид. И отдадут в порядке очереди нуждающемуся. Хочется верить более чистоплотному жильцу. Наталья Бернацкая, Денис Лугов, программа «Город». Выселение – мера хоть и действенная, но применяют ее все-таки в крайних случаях. Чаще должникам ограничивают услуги, запрещают выезд за рубеж и накладывают арест на авто. Насколько эффективна последняя мера, стало ясно после подведения итогов акции «Должник». С 1 по 10 декабря госавтоинспекторы совместно с приставами и коммунальщиками взыскивали штрафы в местах массового скопления автомобилей и возле поста ГИБДД на въезде в город. Арестовать удалось 6 авто. В большинстве случаев должники предпочли рассчитаться с долгами. Тут же или на территории службы судебных приставов. В общей сложности с них взыскали 1 млн 249 тысяч 100 рублей. Эксперты определили причину массовой гибели голубей в сквере мира. Напомним, на прошлой неделе там обнаружили несколько десятков мертвых птиц. Несколько тушек на экспертизу сразу же взяли ветеринары. Главное, чего боялись специалисты, обнаружить в организме птиц инфекцию. Нами были отобраны пробы биологического материала, отправлены в лабораторию. И в результате лабораторных исследований хочется отметить то, что инфекционных заболеваний не обнаружено. Патологоанатомическая картина отравления. Но яд, конкретно какими ядами было отравлено, выделено не было. Сейчас по данному факту областное УВД проводит проверку. По ее итогам решат, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Кризису нет, сказали предприниматели, работающие на центральном рынке ГСТК, что на Красноармейской 145. В преддверии Нового года они предлагают горожанам скидки на товары продовольственные и не только. Все хотят, чтобы было все натурально, чтобы зимний салатик был с натурального мяса, чтобы было все как всегда. И это никак не коснулось. Или может быть даже было все по минимуму затрат. Вот, например, если стоит, у меня цена на мясо 400 рублей. Все равно я рублей 20-30 с этого килограмма сбрасываю. Скидки от 5 до 20% можно получить в тех отделах рынка, где прикреплен желтый стикер с надписью «Кризису нет». В основном это прилавки с мясной продукцией, красной рыбой и икрой. Именно на последнюю предприниматели максимально снижают цены. Эту акцию решили подхватить и продавцы меховых изделий. Ищите желтые стикеры в торговых рядах с 15 декабря до 15 января. Благовещенцы спешат купить не только продукты к новогоднему столу. Особо запасливые уже обзавелись главным атрибутом праздника – хвойным деревом. Сосны можно приобрести в 33 местах города. Где именно, от чего зависит их стоимость и куда одевают деревья, утратившие свой праздничный вид. Расскажем в сюжете. Борис Данилович с говорящей фамилией Мороз имеет 30-летний опыт общения с хвойными. Долгое время работал в лесничестве, а теперь продает благовещенцам новогоднее настроение. За что и получил прозвище «Дед Мороз». О своем товаре может рассказать все – от порубки до упаковки. Они же ее сначала у тепла, у костра нагревают, приводят ее это, одну на другую складывают. Не повезет же ее раз это, там пять штук и не влезет. Они складывают их, складывают, складывают, привозят. Значит, она в кипре, когда оттаивает, она принимает уже свой естественный эффект, какая она есть на самом деле. В день продавцам привозят около десятка деревьев. Те сосны, что успели пообтрепаться во время доставки, разбирают на ветки, которые тоже продают. Вместе с деревом на улице теперь можно купить и подставки. Самые прибыльные дни у торговцев хвойными – выходные. За них можно продать около 20 деревьев. Несмотря на растущую популярность искусственных елей, не все горожане согласны отказаться от хвойного запаха. У нас была искусственная, китайская, она как-то не то. А это что-то решил побаловать себя, как говорится, на Новый год. Посидеть под елочкой, подышать свежим воздухом и все. Побаловать себя и купить натуральное новогоднее дерево можно в 33 точках города. Список адресов ищите на нашем сайте tvgorod.rf. Цены, по словам продавцов, остались на прошлогоднем уровне. Самое маленькое дерево обойдется в 300 рублей. Максимальная цена – 600. Все зависит от внешнего вида, пушистости и роста новогодней красавицы. Кристина Добровольская, Денис Лугов, программа «Город». Артисты экспериментальной студии «Крылья» после успешного дебюта перед жителями домов-интернатов рискнули выйти на широкую аудиторию. Показали благовещенцам спектакль в областном доме народного творчества. Почему зрителям пришлось удивиться не единожды за постановку, расскажет Мария Селезнева. Переполох в Галошино – это история пенсионерки Нюры. Трогательная и очень типичная. Трое детей главной героини живут далеко и даже не знают, что мать оказалась в инвалидной коляске. Однако горьких рассуждений о неблагодарных детях в пьесе нет. Как раз наоборот – спектакль заканчивается возвращением одной из дочерей домой с деньгами на лечение матери. В дверях Людмила одета простенько, без шубы. Ого, сколько гостей! Здравствуйте! Происходящее на сцене больше похоже на радиоспектакль, но с костюмами и актерской игрой. А все потому, что все 10 участников действия имеют различные двигательные нарушения. Шестеро колясочники. Одна из них – Оксана Пятых. До автоаварии, лишившей ее возможности ходить, женщина занималась воспитанием дочери. И никогда, даже в детстве, не мечтала, что станет актрисой. Приложили, я согласилась. Почему бы и не попробовать? Ну и даже не ожидала, что это настолько все интересно. Эмоции всяких разных кучек, можно сказать. Волнение, во-первых, преодолеть нужно свое. Это, скажу, очень легко. Теперь я понимаю, что такое быть актером. Это на самом деле очень сложно, наверное, потому что особенно самое тяжелое – преодолеть свое волнение. Переполох в Галошино артисты-любители играют в третий раз. После премьеры некоторые зрители изъявили желание войти в состав труппы. Их приняли. А с Нового года в театральной студии ждут новых участников из общества глухих. Дай Бог, чтобы все были у нас здоровы, никто не болел. И я думаю, что со следующего года мы начнем работать дальше. Над новым спектаклем, причем не над одним, а сразу как бы в два. И вы знаете, вот уже не единожды я слышала от зрителя, что хотят продолжения вот этого спектакля. И я уже поговорила с автором пьесы, чтобы она постаралась какое-то продолжение этой пьесы написать. Кстати, новые спектакли облекут в не менее интересную форму. Правда, какую режиссер пока предпочла оставить в секрете. Мария Селезнева, Михаил Величкин. Программа «Город». Пояс чемпиона мира по Муай-тай среди профессионалов разыграют в Благовещенске. В субботу в 18 часов на Гранд-арене пройдет традиционный турнир «Драка». Зрители ждут 10 поединков, самый ожидаемый из которых бой чемпиона мира по К1 Благовещенца Евгения Ганина с чехом Аликом Заблотским. За подготовкой спортсменов наблюдала Юлия Мишурнова. Один боец на квадратный метр. На тренировке в ринге яблоку негде упасть. Отлынивать сейчас себе дороже. Впереди серьезные соревнования. Готовиться к ним чемпион мира по К1 Евгений Ганин начал по-профессиональному за 60 дней. И не только на ринге. Вот уже два месяца спортсмен не ест сладкого, жареного и мучного. И проводит часы перед монитором, изучая повадки своего оппонента. Чеха Алика Заблотского. У меня друг, он был на сборах в Голландии. И он там и тренировался вместе с ним в одном зале. Он мне там сказал, что он такого же роста, как я. И скинул мне пару видео. В принципе, парень сильный, мощный. Все свои поединки проводил на профессиональном уровне. А вот для самого Евгения это первый профессиональный бой по Моэ Тай. Да и на Дальнем Востоке выяснять судьбу такого чемпионского пояса еще не приходилось. Существует определенный рейтинг, по которому спортсмен поднимается. И за данный титул уже выходят сильнейшие спортсмены мира. Требуется лицензия от Всемирной Федерации Моэ Тай. И присутствие представителей, российских представителей на данном турнире. Они, к слову, на турнире будут. Помимо россиян на ринг в субботу выйдут армянские, белорусские и украинские спортсмены. Зрителей ждут поединки по Моэ Тай и версии драка. Организаторы обещают эффектное зрелище. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин, программа «Город». Новогодними огнями заиграла столица Преамурия. Декоративная иллюминация уже создает праздничное настроение в разных уголках города. Яркий вечерний Благовещенск запечатлел наш оператор. Новогодний Благовещенск запечатлел наш оператор. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, с новостями города вы можете знакомиться на сайте tvgorod.rf. В редакцию новостей звоните по телефону 524202. Приятного вам вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин